Я вас глубоко и нежно приветствую на своем YouTube-канале. Как всегда, мук-банк и самые интересные темы только у меня на канале. Ну что, дружочек, присоединяйся со мной поесть. У меня сегодня жареная картошка и свежий салат. И я снимала, ну как, не рецепт, я снимала там видео. Вот я макнула уже в свежий салат картошку. Картошка у меня на топленом масле. Обалденная. С учетом того, что я очень люблю картошку жареную, и так давно ее не готовила. Ребят. Кто любит жареную картошку, обязательно ставьте лайк. Обязательно ставьте на это видео лайк. Давайте поддерживать мое творчество. Ну, от души душевную в душу. Мне приятно, когда вы ставите лайки. Почему я это всегда говорю? Потому что если я этого не говорю, люди забывают. У нас сегодня мистическая история. Давно не было. Мистики давно не было, не рассказывали. Блять. Вот я готовлю, уже сняла много рецептов, да? Ну, вот меня спроси, что я люблю. Я люблю пельмень и жареную картошку. Салаты. Вот это вот все какие-то новомодные движения. Не знаю, кто как извращается этими канапе, креветками. Да, я это тоже люблю, но прихожу все равно к одному. Что картошка жареная, салат свежий. Это сочетание из детства. Божественное. И что? Хочу вам сказать. Мистических историй мне давно никто не рассказывал. Поэтому я стала искать в интернете. Ну, чтобы не ересь какую-то, знаете, там написано, что, блять, можно пальцем возле виска покрутить. А вот такие более жизненные, да, мистические истории. Хотя, что значит более жизненные мистические истории, если это уже мистика, да? Я тут наткнулась случайно на одну девушку, которая на дзене пишет истории от подписчиков. То есть она не снимает видео, она их просто пишет. И там с картинками, значит. И так интересно пишет, что мне понравился этот канал. Я даже могу сказать, как он называется. Он называется на дзене. Мистическая жизнь за гранью. Это ее канал так называется. И вот мне тут понравилась одна мистическая история. Страшная история на ночь, как она ее назвала. Жуткий случай на похоронах. И мне понравилась эта история, я вам сейчас ее зачитаю. Кстати, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, ребят, подписывайтесь. Я там дублирую рецепты, которые можете сохранить. Очень удобно. И там еще мы общаемся. У меня есть селедка, но я почему-то селедку люблю больше с вареной картошкой. Либо я такая голодная. Либо я соскучилась. Ну, либо это очень вкусно. Сейчас зачитаю вам историю. Ну, тут написана история Екатерины. Я так поняла, что это подписчица. Это случилось очень давно. Я тогда была совсем еще ребенком, но до сих пор вспоминаю те события, леденее от ужаса. В нашем доме на первом этаже умерла пожилая женщина. Покойную я, конечно, знала, но видела ее при жизни не часто. Свою квартиру она редко покидала. Зато в ней время от времени, а к ней время от времени, кто-то, да, приходил. В основном женщины, хотя бывали и мужчины. Все соседи звали эту женщину Баба Шура. Но часто за глаза называли ведьмой. Помню, я еще тогда думала, ну, надо же, она из сказки, что ли? Ведь только там существуют ведьмы да колдуны. Когда мои родители спустились вниз, чтобы отдать дань уважения и попрощаться с умершей, я увязалась за ними. До этого мне еще не доводилось видеть лежащих в гробу покойников. И мне было даже любопытно, совсем не страшно. Кстати, я в детстве первый раз побывала на похоронах. Вот мои воспоминания. Это какой-то девяносто... Какой-то год умерла моя прабабушка, баба Нюра. И тогда еще было принято фотографировать покойников в гробу. Я не знаю, на память, зачем это делали. Я помню, что фотографии у тебя были у бабушки. Черно-белые. Но я была маленькой. Я не помню, какой это год. Кстати, тогда мне было не страшно. Но меня не подпускали прям вот близко к гробу. Но я точно помню, что... Бабушку свою помню, как она плакала. Вот фотографировали, да, раньше. В квартире бабы Шуры толпилось много народу. Я вертелась среди взрослых. Мне до ужаса хотелось взглянуть на умершую ведьму. Она и при жизни была жутковатая, тощая, худая, сухая, вся в морщинах, как мумия, которую я видела на картинке в учебниках по историю старшего брата. А завершали зловещие облако седые всклоченные волосы. Красный гроб стоял в большой комнате. Окна и зеркала, которые были завешены. Около него постоянно находились люди, но я все же пробралась поближе и взглянула на покойницу. Баба Шура лежала на смертном одре, такой же, как я ее и запомнила. Только лицо было бледнее обычного, и на глазах лежали крупные монеты. Кстати, я тоже вот это вот помню. Крупные монеты. Я помню, что вот бабушки же в детстве, мы жили в пятиэтажке, и там полный дом был этих бабушек. Ну и, конечно, постепенно они умирали. Я вот тоже запомнила, что раньше была такая обычай, обычай, что на глаза, чтобы не открылись, клали тяжелые эти монеты. Кстати, они с этими монетами разве захоранивали, или их снимали потом с глаз? Вот я даже не припомню. Снимали или вместе с монетами? Так, у нас такое-то... На ночь блядя у нас такие истории. На самом деле день. Удовлетворив свое любопытство, я уже собиралась пойти искать родителей. Как вдруг монеты с лица покойницы слетели сами по себе, а ее глаза открылись. Ведьма смотрела прямо на меня. Ее взгляд был вполне осмысленным. Лицо женщины стало еще бледнее. Губы зашевелились, словно покойница селилась что-то сказать. Потом рот растянулся в жутком москале. В этот миг из гроба что-то выпало и подкатилось мне прям под ноги. Так, ну что, закусим картошкой. Вот картошка, знаете что, она быстро остывает. Вот это минус, потому что я люблю горячие... Я люблю горячие... Я оглянулась, надеясь, что происходящее вижу не только я. Мне сейчас все объяснят. Но оказалось, что я нахожусь в большой комнате с покойницей наедине. Рядом никого. Вот тут я заорала, что есть мочи. На мой крик счастья сбежались люди. А то, что на какое-то мгновение мне показалось, что из квартиры все разом исчезли. Все спрашивали, что случилось. Я кое-как, заикая и схлипывая, рассказала. Но мне не поверили. Сказали, будто мне все привиделось. У детей богатое воображение. А то, что глаза у мертвых сами открылись, так это бывает. Для того и кладут на них тяжелые монеты. Однако я стояла на своем. Покойница смотрела на меня и пыталась что-то сказать. Тут аж я подпрыгнула, вспомнив про некий предмет, выпавший из гроба. Пол обыскали и нашли небольшую золотую подвеску с черным камнем. Моя мама хотела поднять украшения, но одна из родственниц, усопшая, ее остановила, потом сбегала за веником и вымела подвеску из комнаты. Позже ходили разговоры, что баба Шура искала, кому передать свой дар, а ведь при жизни у нее это не получилось. А еще говорили, что ведьма вообще не может умереть, пока не передаст свой дар. Так что, скорее всего, покойница время от времени будет оживать и ходить искать преемника. Все произошедшее так сильно на меня подействовало, что мне каждую ночь стали сниться кошмары, в которых баба Шура тянула ко мне руки и пыталась схватить. Меня водили к детскому психологу, он навыписывал кучу лекарств, о которых я постоянно пребывала в заторможенном состоянии, но, по крайней мере, спала без сновидений. Потом мы переехали в другой город, и я постепенно пришла в себя. Со временем все произошедшее в памяти размылось, пошла обычная жизнь с простыми заботами, но с тех пор я жутко боюсь мертвецов и дикий страх перед похоронами. Остался со мной на всю жизнь. Вот интересная, да, такая история. Мне она очень понравилась, очень правдоподобная, на самом деле. Да, у детей, безусловно, богатое воображение, у детей, да. Но в этой истории что-то есть, как будто бы может быть правдой. Так что вам нравятся мистические истории, почитать. Неплохой канал. Причем я случайно сегодня только наткнулась в мистическую жизнь за гранью еще раз. Сегодня только наткнулась, и очень интересно, даже автор пишет, да, вот рассказывает тоже историю. А я, мне кажется, ребят, не то что повела, но так объелась. Так, ну что, мои дорогие, напоследок вам хочу сказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал, кому интересно. Ставьте лайки, жарьте картошку, нарезайте свежий салат, и будет вам счастье. А я вас целую, обнимаю. Пока-пока.